Почему наше общество сегодня финансово неграмотно? Есть финансовая грамотность, которой люди не обладают. Люди моего поколения, там 40 лет, 30 лет сейчас, 50 лет, 60 лет, эхо Советского Союза, нас воспитывали в идее, что деньги – это зло. Нас воспитывало государство, которое не могло нам что-то больше дать, и поэтому оно все изобилие сжимало. И говорили, зачем вам джинсы? Носите обычные трикотажные штаны. Для чего вам, Мерседес, ездите на Волгу? И это все зажималось. У нас не было предоставлено такого изобилия и такого выбора большого. И средняя зарплата, да, были зарплаты, но зарплаты были у всех одинаковые. Жили хорошо шашлычники там и в столовой где-то кто-то подворовывал, завсклады жили хорошо и так далее. В целом общество росло с идеей, что деньги – это плохо, и денег много не бывает. Мы эти паттерны принесли сейчас сюда, в современный мир. И я с этими паттернами боролся очень сильно сам. Я не понимал, чем отличается ремесло от бизнеса, инвестиции от построенного бизнеса, что такое найми работать. И первая книга – это Роберт Киосаки. Он мне дал понимание того, что такое вообще бизнес. Это «Богатый папа, бедный папа». Это первая игра заигрывания с деньгами. И на основании этой книги я начал играться со своими детьми. И у моих детей сегодня есть деньги на карманные расходы. У младшей дочери есть столько, что она может покрыть свои, наверное, какие-то первичные расходы, там, я не знаю, на год вперед, мне кажется. Но она эти деньги не тратит вообще. У старшей дочери мы стали с ней играть. И было три года, мы стали ей давать деньги, которые ей заносятся на день рождения. И мы ни копейки оттуда не забирали никогда. И был момент, когда она захотела швейную машинку. И я, говорит, хочу, буду шить. Было уже, наверное, лет семь или восемь. И она купила эту швейную машинку, там, оверлок какой-то, это что-то, какую-то навороченную, за 300 долларов по тем временам. То есть это были все деньги, которые тогда она дала. Для семилетнего ребенка, когда ты начинаешь копить с трех лет, ну, это огромная, большая сумма, этой машинкой она не пользовалась. Она не стала швеей или с кем там. Но она точно поняла, что перед принятием решения надо очень хорошо подумать, потому что ты можешь просто деньги заплатить за то, что тебе не надо. И это был ее первый урок с деньгами. В какой-то момент она стала продавать ручьи, какие-то, что-то там, лизунов каких-то продавать в школе. На последнем звонке у нее подружка попросила в долг. И она взяла, как она говорит, товар на полторы тысячи тенге. Я сразу понял, что этих денег ей не видать. Но она говорит, она 1 сентября мне отдаст. И 1 сентября она приходит со школы. Я хочу спросить, то не спрашиваю. И она говорит, папа, я поняла. Я ей, что ты поняла? В долг давать нельзя. Это урок второклассника. Это урок, наверное, который я понял только там в 30-там сколько-то лет. И я за то, чтобы детей обучать финансовой грамотности. И я четко убежден, что человеку, которому есть что терять, им легче управлять. Финансовая грамотность решает проблемы в быту. Ты точно можешь распределить деньги на месяц. Ты точно понимаешь, сколько ты тратишь на еду, на одежду и на развлечения. Это поможет распределять зарплату. С другой стороны, если ты работаешь на себя, это поможет распределять тебе твои деньги, которые ты зарабатываешь. Когда ты работаешь на себя, и у тебя нету с первого числа, когда тебе приходит зарплата, а у тебя деньги приходят по чуть-чуть, но каждый день, очень сложно их аккумулировать. И вот эта игра кэшфлой и само понимание денег, оно поможет тебе саккумулировать те средства, которые ты зарабатываешь. Потому что всегда неожиданные платежи какие-то возникают. И люди, которые не имеют финансовой грамотности, они всегда вот так ахтунг-ахтунг бегают по городу и занимают деньги. Хотя суммы-то и небольшие. У них есть, в смысле были, но они распределили их не туда. Финансовая грамотность – это привилегия богатых людей. Если ты хочешь быть богат, ты должен в этом разобраться. Причем это не прям финансы-финансы. Это просто элементарные, обычные вещи. Это то, что платежи должны быть вовремя закрыты. Ты должен их оптимизировать так, чтобы на это сильно много времени не тратить. Ты должен точно понимать, что твои доходы не должны быть ниже определенной суммы. Это ватерлиния своя должна быть. Ты точно должен понимать, что твои расходы не должны превышать той же определенной линии. В принципе, не сильно много. Но если ты в этом разберешься, то ты точно будешь понимать, как управлять деньгами. Кредит и зло только тогда, когда человек хочет взять и не отдавать. Большая закредитованность населения – это не есть плохо. Другое дело, что люди сами берут и не рассчитывают свои силы. Но как финансовый рычаг – это очень крутой инструмент – кредит. При этом у нас многие считают… Недавно я в ТикТоке видел, что купил машину за 12 миллионов, отдаешь 24, но вы еще индексацию на инфляцию уже не делали. Через 8 лет этот платеж будет сколько? Это будет доллар. Я очень много знаю людей, которые покупают квартиры и потом продают их. Вот в тенге купили, в тенге продали. А в доллары переведешь, они проиграли. Но они думают, что не заработали. И это же тоже надо понимать. То есть индекс инфляции есть. Я за кредиты, но я за правильные кредиты. У банка есть очень сильный соблазн дать тебе кредиты. У них тоже свои нормативы стоят. Ты же тоже не дурак. Ты должен понимать, зачем ты берешь. И грубо говоря, если пассив, нельзя загонять кредит. Кредиты надо брать только на активы. Только на те средства, которые будут приносить тебе большие деньги. Если у тебя машина образа для личного пользования – это пассив. Но если ты таксист, ты покупаешь машину – это актив. И тебе кредит очень выгоден. Список рекомендованной литературы. Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». «Квадран денежного потока». Книжка еще есть. «Если хочешь быть богат, не ходи в школу». Третья книга. Я думаю, это достаточно для того, чтобы обойти в финансовую грамотность и понимать, что это такое. Еще я бы порекомендовал. У него есть игра, называется «Кэшфло». Хотя бы 8 раз подряд выиграй. И тогда можешь остановиться. То есть поиграй в нее. Стоит не сильно дорого. Не можно ее купить, вообще дома играть. Игра «Кэшфло». Точно ты поймешь, что такое актив, что такое пассив. Ты точно поймешь, что такое денежный поток. И ты в этом разберешься. Но играйте до тех пор, пока вы 8 раз не выиграете. Все. Играет музыка. Точно ты мы ряд… Продолжение следует...